Второй день книжной ярмарки в Красноярске, 4 ноября, новый-гнесейский литерату. Наш гость из Багита, Италии неизвестный, поэтесса мастерина Сихотворова, которая помогает нам. Она откуда? Она из Красноярска. Из Красноярска, замечательно. Красноярская поэтесса мастерина Сихотворова, писатель и поэт из Багита, Италии неизвестный, представитель нового-гнесейского литератора Павленке. хорошо а авторы представляют собственные книги виталий где ваша книга здесь у меня книга в этом самом пока не представлена до искусством это вот в том и в том наши писатели как здесь у нас что-то уже роздано да на реализацию сейчас я сниму все что здесь представлено это интересно но это людям может быть уже знакомо тут цель какая как проходит ярмарка то есть насколько успехи какие-то авторы популярны нынче ну вот у вас из того что представлено кто-то имеет успех рассказы о старом красноярске великий странник из овсянки старт его дети ангарские купели ну и несколько книг уже продано то что историческое воспоминание да можно было кстати валерия семенова сюда тоже выставить он бы тоже разошелся мне кажется почему-то вот люди западают ну может быть это как бы ностальгия да еще мне кажется хорошо сделанная книга тут и автографы есть еще и на иностранном языке фотографии цветные какие-то люди интересуются кто-то не знает чего-то идет еще вот у нас антология не сейской новеллы антология короткого рассказа писателя нести на берегах не все 19 21 века и поэты на берегах не все антологии на святого творения это поэты 18 и 21 века начиная вот от дьяка на скрябина 1700 1762 год епиграммы в городе красноярске вот тут перевод губернатор степанов 1 это его перевод с татарского баллада и вот так вот дальше пошли поэтому 17 века потом 19 вот василий суриков это родной дядя художника василия сурикова это практически лирикви нашего края и сразу краеведение и сразу литература литература ведения тоже шикарно конечно вот эти вот книжки больше популярности спевая каждую ярмарку и скупается не сейская новелла это одна из немногих которые сдаются вот нет не ангарской новеллы не уральской новеллы не знаю московская сага есть на новое тоже рассказы по сути да это рассказы но чем они именно не сейская потому что они на каждый рассказ это вот о нашем месте на берегах которые от горы енисея качи кана чулыма хроники местных жителей да местный колорит ну понятно сборники хорошо идут всегда спасибо большое так проходит это точно увидимся с вами еще долгие годы репортаж фил дмитрий коломыцев до свидания